В Слободейском районе почти 10 тысяч школьников и дошкольников питаются в организациях образования и этому вопросу необходимо постоянно уделять должное внимание, уверены местные власти. Ведь проблемы здесь все еще есть и одна из них устаревшее оборудование в пищеблоках. Практически все плиты на кухнях школ и детских садов были установлены там еще во времена Советского Союза. В этом направлении уже есть некоторая положительная динамика, отметили на сессии. Благодаря помощи родителей за счет бюджетных и внебюджетных средств в течение прошлого учебного года и летнего периода обновлено технологическое оборудование во всех трех парканских школах. Холодильное оборудование в учреждениях села Кицканы, как в дошкольных учреждениях, так и в организациях общего образования. В селе Глиное, в Слободейской основной общеобразовательной школе номер 4. Но все же это лишь капля в море, считает начальник УНО, чтобы решить проблему полностью нужен системный подход. И предлагает депутатскому корпусу разработать целевую программу по обновлению материально-технической базы пищеблока в школах и детских садах. Я думаю, что такая проблема, как у нас в школе с оборудованием, я думаю, что в каждой школе, в основном во многих школах района, мы нуждаемся еще в дополнительных плитах, потому что одна плита на 4 конфорки, это очень мало для того, чтобы кормить 300 детей. У нас есть целевые программы, есть программа о расходовании средств от налога на совершение жилфонда и объекта соцкульпыта. Я думаю, что мы по этой программе, в всяком случае, будем носить предложение, чтобы по этой программе начать все-таки эти объекты, менять это оборудование. Еще одна проблема – поставки продуктов. На сегодняшний день директора школ самостоятельно заключают договоры с поставщиками. Порой сделать это оказывается сложно из-за ценовой политики. Местное УНО предлагает создать централизованную систему питания. Такая практика уже существует в других городах и районах республики. Сегодня решили вопрос, вначале внимательно изучат и окончательное решение примут на следующей сессии.